ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ну что, уже все сосиски закупали, да? Ну и семья... Страшно! Я не слышу! Не попасть! Не попасть! Догоняй! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Дед, ты чего пугаешь? Пора идти надирать задницы! Всем подряд! Построение через три минуты! Осталось тридцать секунд! Как лежишь? Живот втянуть! Голову на ширину плеч! Мам, ты... Разговорчики! Ты не у мамочки дома! Тут у нас из мальчиков делают мужчин! Чё, прямо здесь? Широнину! Пап, чё? Чокать с девушкой своей будешь? Будете рядовой? Ровно! В смысле, прямо! То есть, смирно! Когда говоришь с офицером этого запаса! Наоборот! В смысле, кругом! Вот так! Петь, а чё тут? Молчать! Почему бил штанов, блин? Что? Отвечать мне! Урвата, подъём! Это ж я сам! Это ж я вчера! Ух! Подобив. Конечно. АУН ВДОРА Аллочка! Я давно хотел тебе сказать, точнее сделать. И вот теперь, когда мы одни... Цess! КОМКУТ К 555 А где тут можно нормально пожить личной жизнью? Да, это надо кончать. Так, надо что-то делать. Есть идея. Пойдем-ка. Короче, может я туплю, но я подумал... Ага, юноша наконец решился. Ну иди отсюда. Аллочка, ты не туда смотришь. Иди сюда. Тоже прикольно. Только компьютер надо убрать. А че он такой странный? Раньше мама печатала квартальные отчеты на машинке. А потом маме на работе выдали компьютер. Ничего, главное не доломали еще. Сейчас мы, блин, такое замучим. Посмотрели бы лучше меня. Огромный ассортимент молодежных программ. MTV Europe. MTV Родное. Night Erotic Channel. Ну, канал культура. Иди, выключу. Короче, мысль, конечно, идиотская. Но, по-моему, я знаю, как выманить предков из дома. Сейчас мы напечатаем повестку в военкомат. Они тут же рванут меня отмазывать от армии. И мы останемся одни, понимаешь? Понимаю. Тебя забирают в армию. Ну вот, ты поверила. Значит, они клюнут. Сейчас нарисуем. Так, что мне написать-то? Ну, ничего без меня не могут. Топчебатоны я надиктую. Многоуважаемый юноша, не будете ли вы столь любезны оказать нам одну услугу? И не соблаговолите ли вы, если вас не затруднит, прибыть для прохождения действительной армейской службы? Заранее благодарен ваш преданный военком. Берегите себя, целую нежно. Ну, нет, целую не надо. Так, быстро сюда. С манатками. Пока не приволокли силой. По, время пошло. Ну да, я только немножечко смягчил формулировки. Что это значит? Поздравляю, Никитку призывают в армию. Что? Как призывают? Почему? Потому что пацану уже 18 лет. Сколько? Можа, какая старая. Надо что-то делать, надо что-то делать. Спокойно. Надо идти к военком. Правильно. Мы пойдем к нему завтра. Нет, сегодня. Сейчас же. Вперед! Ох, блин, вот замотка на. Едите. Ох, что-то не промахнулись. Не промахнулись. Не могу же я в таком виде. Так, я это говорить не буду. Нет, нет, нет. Вы поймите, я педерат не играю, в принципе. Нет, нет. О, Боже мой. Ну что, милая моя, что будем делать, киска? Стричься или бриться? У меня очень важный визит в военкомат. А-а-а. Военкомат к военным мужчинам. Фуражечки, пуговки, траля-ля-ля. Да. Писет, красавица моя сладкая. Ну? Вы думаете, мне так хорошо? Да-да-да, миленькая, это то, что тебе нужно. Ну, супер-супер. Может, тогда, знаете что, давайте оставим все, как было. Сто пятьдесят, красавица моя сладкая. Ох, блин, Клавдюха, скоротый. Нам пора. Папа, я уже три часа вам повторяю одну минуту. Воу-воу-воу. Стик оттуда жать. Ха-ха-ха, какой стремительный мужчина. Так, ну все, да. Кофе здесь нальет кто-нибудь, нет? У нас невозможно сниматься, слушайте. Если вы... ...то еще не просили. Кто вам текст любит? Папа, давайте вы первый. Вы мужчина, он вас послушает. Это вообще-то была не моя идея. Ну, если что, я тебя поддержу. Давай, давай, иди, 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 иди. Это безобразие. Как можно? Ребенка в армию. Так, так, тихонечко, дамочка, сейчас разберемся. Ребенок, значит, сейчас отмерим. Это наш ребенок. Служить хотим? Что, я? Вот ты, сынок. Ну, я служил, когда ты еще поддал, и... Это, когда, титьку того. Где служил, отец? Да ты проходи и присаживайся. Ну как, великую, значит, с этими... И с тихонцами тоже. Ух, сколько ребят поражили. Папа, ну при чем тут айсберг? Речь о моем сыне. Ага, значит, сын служить хочет. Хорошо? Сейчас посмотрим, что можно сделать. Как фамилия сына? Дятлов. Хм, где же наш Дятлов? Нет, почему-то Дятлова. А с чего это вы взяли, что Дятлов должен быть-то, а? Как с чего взяли? Бумага вот пришла, официальная. Не, повестка не наша. У нас без монаток забирают. Но раз надо, значит, надо. Я сейчас еще разик проверю. Порядок есть порядок. А, вы посмотрите. А то мы уже не спереживались все. Ну-ка, папа, пошли отсюда. Оп-ля. А это кто это тут у нас? Ну-ка, ну-ка. Да это же наш Дятлов. Как хорошо, что вы пришли. А то так бы прогадели бы Дятлова. Потерялся бы парень. Но... Вот замутка-то едить. Ну вот, все и образовалось. Вот таким вот и покаром. Ну, Никита-то молодец. Лох так придумал, чтобы с Алкой не того. Ну, прям как я в молодости. Вот об болту стоят. Это же надо так. Это небось Алка специально его подготовила. Но чтобы это нас сплавить, а она тем временем... Ну, я ей. Папа, пошли разберемся-ка с плейбоем. Я, конечно, сам виноват, что затеял эту бодягу. Но досталось мне не очень сильно. Потому что все сразу принялись, принялись, принялись. Обдумывать план, как и не отмазывать. Зато карточку мою военком нашел, и армия мне реально засветила. К свету не подходить, телефон не открывать, дверь не зажигать, громко не разговаривать. Что? Я говорю, вы еще взбаррикадируетесь. Точно, тобой и подопрем. Что? Нет, у меня хрупкая натура, я индивидуальные сборки. Даже не думай, лицом дверишь, тамковка корейская. Стоять насмерть, не то сделаю из тебя суперплек, флеттентрон. Вот так. Дорогая, я устроился на работу. Потом быстро закрывай дверь, дома никого нет. Всем тихо. Прости, а где все? Папа, что за работа? Денег платят? Очень хорошая. Типа, военный засекречен. В военкомате повестки разношу. Знаете, кто у меня первый в списке? Угадайте с трех раз. Коля, молчи только. А то я сама сейчас с трех ударов угадаю. Наш Никита. Наверное, как и я, в морфлот попадешь. Ну, какой, блин, морфлот? В общем, мама очень расстроилась. Сказала папе, что он неправ. Привела ряд веских аргументов. А когда аргументы кончились, она перешла к вопросу. Лучше б тебя, дурака самого, забрали туда, на подольше. Клопочка. Молчать! Стоять, как стоишь! Спокуха. Раз такое дело, будет служить. Я, между прочим, в его годы полком командовал. Рядовой Дятлов, какого вы командовали полком? Да я вас, я вас, да я вас, ну, затру. Да, золотое было время. Так что, Никита, когда пойдешь служить? Не пойдет. Точно, не пойдет. Ничего там хорошего нет. Верно, Клава? Так, Никиту будем отмазывать завтра, а сейчас всем спать. С утра объявляется мозговой штурм. Ясно? Ясно! Всю ночь в доме никто не мог заснуть. Зато утром... Папа, что делать? Клава, что делать? Все, я так больше не могу. Мне надо успокоиться. Не хотите учиться? Вы можете поступить в организацию, где бесплатное питание, хорошее обмунтирование, стильная прическа и прекрасные отношения. Ха! Хочется к морю. Рай военкомат предлагает романтическое путешествие на эсминце беспощадной. Три года незабываемых впечатлений. Вы че, елки? Пользуйтесь пультом, идиоты. Точно. Может ему прикинуться идиотом? В смысле? Ну да, точно, идиотом. Ну вот хотя бы как отец. Да, проблема. А еще не берут в армию трансвеститов. Что? Берут. Идея! Ну хватит уже! Ну как хотите. Я просто хотел сказать насчет альтернативной службы. Так. Ну раз вам не интересно. Стоп! Что ты сказал? На. Аллочка, я давно хотел. В общем, теперь, когда мы одни, то есть ты одна, так вот, я хочу сказать, то есть сделать. Конфетку хочешь? Никита, прекрати эти глупости. Тебе нельзя никаких женщин. Религия не позволяет. Это какая такая религия? Харе Кришна, Харе Рама, Харе Кришна, Харе Харе, Харе Харе. Харе Харе. Ну-с, по какому вопросу в этот раз? Ну вот, теперь вы видите, мой сын должен проходить альтернативную службу. Ну, почему же? Есть у нас взводы для ягнутых. Бравые ребята! Слышите? О, как! Харе Рама, Харе Харе, Харе Рама. Вот тогда-то мама и решила обратиться за помощью к своей лучшей подруге Тамаре. Томочка-то, какая загорелая. Томочка, ты такая загорелая. А ты что думала, поганка зеленая? А ты что думала, солярии, фитнесы, ворд-класс? Ну, ты тоже ничего. Ну, о чем ты? Я вся осунулась. Ты представляешь, Никиту забирают в армию. Да? Кошмар. А у меня какие-то прыщички пошли целыми полчищами, целыми стаями. Ты знаешь, у меня тут один вскочил, на самом видном месте крупный такой. Так Ленечка мне говорит, чтобы такого больше не было, а то сам все повыдавит. Представляешь? Ах, как тебе все-таки повезло с мужем. Ну, расскажи, расскажи, как там у тебя с Ленечкой? Да ну его, ужасный тип, фарцовщик, джинсами торгует. Можешь забирать его себе. А я тут недавно познакомилась с таким парнем, студент, комсомолец, будущий инженер. Инженер? Потрясающе, 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 ну просто потрясающе. Тома, Никиту забирают в армию. Да? Никита, а ты в какие войска ходишь? Психиатрические. Да это не важно. Вот Ленечка говорит, что любую проблему можно решить, лишь бы фрайер не мусорнулся. Ну ты своего снарядила бы, пусть очки с ними там, я не знаю, прикинется как следует, исходит, перетрет по-мужски, с... Ну кто у них там главный? Ну да. И все, понятно. Оля! Да. Ой! Извините. Оп-ля! Как хорошо, что вы пришли. Ну, и теперь ты понял, а? Молодец! Слушай, Оля, а что ты говорил насчет сына? Какого сына? Я что-то не врубаю. Извиняюсь. Все... Все на... Все норм... Май... На... На... А поконкретнее? Стоять. Более информативно. Жаткнись, дорогая! Ну? Извиняюсь. Ну ты там объяснил, что к чему? Этому, как его, Грише. Грише? Грише друг. Он... Вот такой мужик. Так. Гриша друг. А Никита тогда кто? Все нормально. Служить будет. Спокойно. Застучались, блин. То есть, там, как это... Забились на Морфлот. Стоять. Морфлот, значит, три года. Сдаем его комнату, магнитопон и плеер. Продаем его вещи, он из них вырастет. Умножаем на три, минус налоги и проценты. Что? Выходит, где-то полторы тысячи вам и чуть меньше мне. Сколько? Ну, минус расхода на конверты. Ну, конверты-то я могу и с работы принести. Фу, ну как тебе не стыдно? Ну, как ты мог? Я... у ребенка завтра медкомиссия, а у него... Ни в одном глазу. Извините. Вы что, меня уже списали? Вы хоть знаете, кто заместитель председателя медкомиссии? Да это же я. Да ну. Спокуха, кишкарь, отставить физкультуру. Будем косить по здоровью. Все пучком. Плоскостопие, склероз, рахит. Дед, ты что несешь? Какой рахит? А? Что говоришь? Ага. Я смотрю, и со слухом не важно. Не понял. Порядок. Можешь смело пугать медкомиссию, дистрофик-одиночка. Не понял. Вот я и говорю, на лице явные признаки дембелизма. Интересно, о чем он думает? Рахит, плоскостопие, сколиоз. Путы. Еще эти признаки дембелизма какие-то. Так, ну что, следует вас обрадовать. Все в порядке, парнишка Годин. То есть как это Годин? Коллега. А, что говоришь? Да, конечно, не могу не согласиться. У данного призывника такой букет, вот, плоскостопие, иерархит, умственная осталось. Вот, вот. А, да, вялотекущая шизофрения и скрытый маниакальный депрессивный синдром. Налицо дурная наследственность. Думаю, в роду у него были сумасшедшие. Ну, знаете, про родителей не скажу, но бабушки, дедушки, это точно, сто процентов. Что? Да что ты понимаешь, в медицине, шарлатан, нормальная у него наследственность, и сам он здоров. Я же говорю, будет сложить юноша по полной, так сказать, программе. Взяли вот, и все испортили. Ну, кто ж вас за язык-то тянул? Не знаю. Так что теперь делать? Что делать-то? О, идея. Заткнись. Нет, я, конечно, могу заткнуться, если хотите. Могу вообще ничего не говорить. Нет, 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 говори. Все, технический перерыв. Выкладывай все, что знаешь, чертов ящик. Да, да, выкладывайте. Ну, ладно, ладно, уступаю грубой силе. Так вот, в соответствии существующим законодательствам в армию не забирают при наличии двух детей. Еще двоих. Еще двоих? Клавочка, ты слышишь? Да не у вас, а у Никиты. Аллочка, ну что ж ты стоишь? Заходи. Никита. Так, Никита, послушай меня внимательно. Я хотела рассказать тебе очень важную вещь. Клава, дай я. Все расскажу тактично. Я сама. Никита, ты знаешь, откуда берутся дети? Откуда и где там чего? Знаешь? Где чего что? Я что-то не понял. Чего ты не понял? Ну, это безнадежно. Пощай без мамы, мамы. И че? Двое детей? Прикольно. А где их взять? Девочка моя. Дети бывают... Стоп, сколько время? Кажется, двоих детей они уже не успеют сделать. Но есть еще один вариантик. усыновить? Аля-ля-ля-ля-ля. Вот. У ребенка двое детей. Его никак нельзя брать в армию. Так это отец. Ха-ха-ха. Опа. А у нас сын приписан. Ха-ха-ха. А это у нас кто тут, а? О-ть-ть-ть-ть. Это ж солдат будущего, десантник. Ха-ха-ха. Таких в самолет можно втрое больше обычного утрамбовать. Приходи с папой, мы вас в элитные войска устроим. Так, дети, домой, быстро, шагом. Арш. Хочу в армию. Хочу в армию. Хочу в армию. Хочу, хочу. Так, все, надоело. В доме полный шездец и никакой личной жизни. Хочу в армию. Петька. Петя. Ты чего замолк? В армию. О, и ребенка достали. Фу, не, хорош. Короче, я решил, пойду в армию. Подальше от всего вот этого. И вот тогда-то предки решили объяснить мне, что такое армия. Развязь. Рота, подъем. В рот и подъем. В рот и подъем. Куда? А, Рота, подъем. Зря ты, Никита. Армия, это же... Нет, я все понял. Только что же теперь делать? А ну, чего расселись? А ну, живо подъем? Раски, пойди свои по квартире собери. Потом струй в магазин за хлебом. Через 15 минут, чтобы ванная с туалетом блестели. Инвентарь возьмешь у деда. Время пошло. Клава. Клавдия, я решил. Пойду в армию вместо Никиты. Чего мне там бояться? Хуже все равно. Да куда ты такой пойдешь? Тебя деды загоняют. Лучше я схожу. Давайте, давайте. Все идите. Скатертью дорога. Послужите. Дурдом на улице. Я хочу в армию идти. Это, деда, а ты кем хочешь? Я в этот... Я в танок хочу. И, ну, ничего, на лошадку. Так вот, значит. Да? А я тут, значит, одна за всех. Да? Посуда, стирка, сериалы. Нет уж. Я тогда тоже пойду. Да, тюк, тюк, чтобы мне дали пистолизм. Так быстро, как говорите, я запутался весь. Вополнение, значит, пришло, как я вижу. И со своим стрелковым? Хорошо. Эээ, тык, тык, тык. Служить, значит, хотим? Так точно. Молодцы. А ну, блин, чмёрно. О, вижу, время, чем пришло. Так, сейчас, погодите, я тут попробую для вас что-нибудь сделать. Алло? Да, из военкомата беспокоят. Тут семья целая в армию просится. Да, сами. Да, вот и я так думаю. Сейчас приедете. Очень хорошо. Ждём-с. Ну, вот видите, всё устроилось. Сейчас вас определят, куда следует. Ну, мы наконец-то остались с Аллочкой одни. И могли заниматься чем угодно. А родители обещали скорой выписать. Говорят, мест нету. Слишком многие теперь в армию хотят. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!